Мерри Кристос тебе по-русски! Мы с вами с вами по-русски! Мы с вами с вами с вами с вами с вами! Мы с вами с вами с вами с вами с вами с вами! Сегодня у нас будет такое интересное слово о мире! Мы знаем, что нам Иисус Христос принес очень много! Благодать, милость, спасение, освобождение, все любишься, жизнь, любовь, но еще и нам принес мир! И он интересно сказал, вот у Иоанна 14.27 написано так «Мир оставляем вам! Мир мой даю вам! Не так, как мир дает, я даю вам! Да не смущается сердце ваше, и даю страшаюсь!» Очень интересное слово! Иисус, уходя с этой земли, оставляет нам мир свой! И Он отделил этот мир, который Он оставляет, от мира, который имеет этот мир! Вы знаете, хочется сказать, что Божий мир, Он основывается на Нем же, правда? На Его присутствии! Просто вне Его мира быть не может! Покоя быть без Господа не может! Потому что мы с вами знаем, что Сам Господь есть, и мир, и покоя, правда же? Иисус положил четкое разделение между миром Божиим и миром этого мира! То есть есть в этом мире какой-то мир, который человек называет мир! И называет покоем! Но Господь не о том говорил! Он подчеркнул, «Мир мой даю вам!» и так, как мир даю! И не так, как мир даю! Если Господь сказал, что Он оставляет нам свой мир, то Он фактически говорил о Духе Святом! Вы знаете, Который Он нам оставляет! Он уходит, но Он нам оставляет! В Иисусе везде, внутри Него был Бог Святой! Поэтому, кто видел Его, и как мы видим сейчас Его описание, Он был всегда в покое и в мире, чтобы Его Господь был! Его внутренний мир, Его внутренний покой — это как-то от присутствия Бога! Мы с вами знаем, что в присутствии Духа Святого сразу узнается от трех свидетелей! Мир, радость и покой! Это, если в присутствии человеке можно сказать, «Мир Бог!» можно сказать, «Мир Бог!» можно сказать, «Мир Бог!» можно сказать, «Покой!» или же некоторые называют состояние Души человека, тоже называют покоем! И в большинстве своем люди даже не знают, что есть покой Духа! и многие люди даже не знают, что есть внутреннего человека, внутреннего человека. Люди ищут покоя телу, лежать, отдохнуть, покоя в душе, если что-то приобрет такое для души, но мало кто ищет покой, который сыспен, который вообще не зависит от покоя тела или же души. Мы с вами знаем такой мирской обычай, когда кто-то умирает, говорят, «Упокоился, да?» или же «Ушел вечный покой!» Я хочу вас разочаровать! Абсолютно! неправильное понимание! Потому что неправильное понимание покоя! Это по состоянию тела они судят, что человек ушел в покой! Упокоился! В чём статистика истина! Если умирает тело верующего человека, я не хочу говорить «человека умирать», вы понимаете вообще? Он не умирает никогда! И так, если умирает тело берущего человека, что получается? Дух высвобождается в вечную жизнь. Конечно, о нем можно сказать, что он успокоился от дел своих. Он вошел в покой и мир Божий, но не в понятиях плотских. Понимаете? Потому что плотской человек покоенный миром называет бездействием. Потому что тот мир, который дает Господь, куда входит человек в вечность, это вечное движение. Ведь это же жизнь. Вечное действие. Но не будет суеты. Не будет пустоты. Не будет тревог. Потому что не будет тревог. Потому что не будет тревог. Но это не покой и лежачий состояние. Но не будет тревог. Там, в небесах, все совершается. А он совершается в удовольствии, удовлетворении. Ни всяких болей. Ни всяких обид. Одно только то, что произойдет полное слияние с небесами. Это уже любовь. Слияние с Духом Божьим внутри тебя, ты в нем. Это уже любовь. Это не состояние человека, состояние мира, состояние покоя. Воследующий человек входит в тевская любовь. В общественном мире что paul входит в тевца сićи с любовью? Павел говорит к Римлянам 14.17, что есть Царство Небесное. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость вас святом в Духе. Он тоже интересно сопоставляет, потому что человек понимает, что радость и мир, это пища и питье, он лоялся в Духе. Он очень хорошо понимает, потому что люди в этом мире думают, что ехать и питье, это пища и питье, потому что они себя удовлетворены. Но если умирает тело неверующего человека, Дух его высвобождается от тела, и воскресает, но в смерть. Мы знаем, что смерть тела и смерть Духа – это две разные вещи. Состояние смерти неверующего человека – это состояние какое? Покой? Не надо смотреть на тело. Если тело распадается на все элементы химические, из чего создано было земли, химические элементы земли, потому что тело было бы создано как футеля для Духа, то Дух, мои дорогие, не разлагается. Вы посмотрите, как написано в Бытии. Бытие – два слова. И создал Господь Бог человека из праха земного и вдохнул в лицо его дыхание жизни. И старый человек – душой живой. То есть футляр создал и жизнь вложил это наш Дух. И он тоже понимал, что тело распадается, но Дух нет. Что он будет жить вечно, Иофф понимал. У Иоффа 19, 25, 26 написано. А я знаю, Искупитель мой жив. Иофф знал, что Искупитель у него есть. Вы представляете? Иофф в последний день восстали из праха распадающиеся кожи. И Он будет стоять на земле, и после моего кожи будет уничтожить кожу мою сию. И я во плоти моей взлют Бога. То есть покой плоти и покой духа – это две разные вещи. Дух человеческий – пришедший от Господа. И Господа. Он уходит, но куда? Он получает новое тело, соответственность Своему Духу. И идет в Вечность. Но неверующего человека Дух идет в Вечную Смерть. То есть идет в Вечные муки, Вечные страдания, Вечные терзания. Мы не любим об этом говорить, но почему не говорить, если это правда? Мы не говорим об этом, но почему не говорим, если это правда? Вы знаете, что у них там столько будет страданий, что даже нет сопоставления на этой земле с нашими страданиями. Сопоставления нет. Вы знаете, что они будут так много страданий в них, что мы не можем даже сравнить эту страдания с любыми страданиями на этой земле. Хотя мы иногда так страдаем, нам кажется, что это ад, и мы говорим, что мы в Аду. Хотя мы иногда так страдаем, что это ад, и мы говорим, что мы в Аду. Мои дорогие, это ад. Ни с чем несравнимого – ад. В Писании говорится об Аде в нескольких местах очень холодно. И самое интересное, что говорится одно и то же. Откровение. Нет, от Матфея я прочту вам. После 12. «Извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. И везде, говорится там, будет плач и скрежет зубов». Можно назвать «состоянием покоя». Как язык поворачивается и говорит, что он упокоится? Как можно человеку внушать, что кто-то упокоился, если он не верующий? Я думаю, что мы не имеем на это даже права. Для того, чтобы услышать другой, другому страх внушить. Для тех, кто слышит, у них нет страха, чтобы спасать зубы. Плач и скрежет зубов – покоя мира не назовешь. Вы знаете, что самое страшное? Что там даже мечта, что когда-нибудь хоть коротенький, хоть чуть-чуть покоя будет, даже это мечты. Все, вот это мечты. То есть человек расстался даже с вечером. Если у нас сейчас тяжело и мы мечтаем, что мы вот отдохнем, мы мир получим от Господа, придет вот этот покой, мы и ждем радости, там и это не будет как страшно. А знаете, кто приводит к этому ужасу? Мир, который приносит этот мир. Он обманчивый. Он вас может обмануть. Как будто дал мир для плоти вашего и сытых. Посмотри, пореши. Телевизор посмотри. Да, мир. Это будет уничтожить вас. Это будет сказать вам, что вы получаете свободу, если вы едете, если вы пьете, если вы пьете, если вы лежите, если вы лежите. Вот почему Иисус подчеркнул. Мир оставляю вам. Мой мир даю вам. Не так, как мир дает вам. Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и не устрашаюсь. Удейте. Для умирающих гречников клач и рыдание за них. Моги за вас. Для умирающих гречников. Для умирающих гречников. Но не для детей. Для умирающих гречников. У них нет надежды. Это у нас есть надежды. Мы имеем надежды. Потому что мы принимаем Божий мир. И идем в Божий мир, в Божий покой. Ибо если мы веруем, что Иисус убер воскрес, то и умершим в Иисусе Бог приведет с Ним, нам беспокоиться и меньше. Тот мир, который Господь нам дает, Он Божественного происхождения. Те, кто обладают этим миром, кто приняли этот мир, они в темнице, в мире и в покое. Понимаете? Даже в раскаленной печи. В огненных испытаниях. В огненных испытаниях. В огненных терпетиях. Тот мир, который Ангелха Божий. Очень интересно пишет Павел. В Карибе это 4, 8, 9. А смотрите, как он пишет. Мы отовсюду притесняемы. Но не стеснены. Кто может нас стеснить? Если мы потеряли мир, мы ощущаем тесноту. Мир заполняет все. Отовсюду будете притеснены. Внутри у вас простой небес. Мы в отчаянных обстоятельствах. Обстоятельства отчаянные. Мы не отчаянные. Почему? Потому что мир и покой внутри тебя. Он не дает тебе отчаяться. Мы готовы, но не останавливаем. Потому что Дом Божий в тебе. Ты это ощущаешь? Не залагаемый, но не погибаем. Кто это пишет? Тот, кто принял мир, который Иисус предложил. Он остыл. А Павел падал. Скажите, мои дорогие, какое подкрепление вы можете найти в этом мире, от мира этого мира, если у вас отчаянные обстоятельства? Ну иди, какое подкрепление? Кто это сделал? Скажите, мои дорогие, что вы можете получить отчаянные обстоятельства от этого мира, если вы в отчаянных обстоятельствах. В отчаянных обстоятельствах вас мир поддержит? Если вы гонимы, если вы останавливаем, что вас постигает, если вы имели мир этого мира? Если вы персикут и вы посадили, то что вы получаете от этого мира? У вас будет депрессия. Правда? А человек действительно вас постигает. Неверующий человек, если попадает в такие обстоятельства, он выживает, знаете чем, агрессией. Не миром. Некоторые выживают агрессией. Они руководствуются желанием вести. Вот выгони, отомщи, и он этим живет. И он живет, чтобы выйти отомстить. Чтобы доказать свою правоту. Это не то, чем живут верующие, даже если попадают в такие обстоятельства. Это не то, чем живут верующие, даже если попадают в такие обстоятельства. Но у три такого человека не мир, а БУЛ. Но верующие, даже в определенных обстоятельствах притеснили. Но верующие, в таком состоянии, притеснили мир, если этот мир приняли от Духа Божьего. У нас есть прекрасное место. Даниила 3.21.24. Прекрасное место. Оно очень перекликается с тем, что сказано, не бойтесь огненных искушений. Они тоже впали, мокненные искушения в плечи. И что у них осталось? Ничего, кроме ливер, которые были у них ордут. Посмотрите, тогда буши и сли связаны были в исподнем и верхнем платье своем. В головных повязках и против одежды своих и против печи. И были cast into the midst of the burning fire furnace. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убивило тех людей, которые бросали Сидраха, Несаха и Абденаха. Они только подвели, чтобы бросить, их сожгло. А где были брошены связанные? В печи. А си три уже Сидраха, Несаха и Абденаха упали в раскаленную огню печь, связанные. И что началось? Плачь, кричь, царь, аааа! Нет! Что случилось? И ходили посреди пламени, воспевая Бога. И благословляя Господа. Кто из вас ходит посреди пламени в раскаленной печи, благословляя Бога и славе Его? И благословляя Господа сразу слышит, ты куда смотрел? Зачем со мной такое случилось? Не верю в такого Бога? Если Бог это допустил, В какую раскаленную печь? Какие огненные обстоятельства? Иногда с вами бываем повержены. Но мы должны ходить в этом пламени в ней. Воспевая Бога. Благословляя Господа. Благословляя Господа. Вы заметили, что они были брошены туда связаны? Им именно в огненной печи они освободились. Потому что сгорели переласки. Но ничего больше, даже пламени не сгорели. Если они бы не ходили и не славили их, Мир и покоя не должны покидаться. Потому что если это покидает Дух Божий, это мир и покоя не сгорель, потому что Дух Божий это мир и покоя. В Святом Духе рано, Везде. Где ты. В Туку Божий в тебе запад на мир и покоя. Но даже Бог не может печи. В Духе Рано. Пойдет. Мы видим подобное происходя с нашими любимыми апостолами. Мы видим подобное происходящее с нашими любимыми апостолами. Народ также восстал на них. А воеводный собрал с ним одежду, велел бить их палками и дав им много ударов. Вербли в темницу, приказав темничному стражу крепкости речных. Все смотрите духовно. Все это словно, что с нами не происходит. Получив такое приказание, он вербил их во внутреннюю темницу и ноги забиты в колонну. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспривали Бога. Поздники же слушали их. Что случилось в Господе? Что случилось в Господе? Господь выводит. Когда Господь выводит. Когда мы в этих тесных обстоятельствах. Словим Господа. Не забываем. Когда внутри нас мы не теряем мир и покой, который Господь для вам оставил принять. Не роптать, а воспевать. Вот чего хотел бы Господь в нас добиться. Возможно ли это долго, если не меньше мира, если не меньше поток. Но сам Господь заступает в нас. Никогда Господь не сказал, что у верующих в меня ничего не будет случаться. Все будет хорошо, поэтому у вас будет мир и покой. Примите. Нигде так не говорится. Говорится наоборот, что мы будем много скорбей. Это только те, которые мир и покой подразумевают под миром и покой плоти, могут так понять. Даже некоторые плотские христиане, вот так хотят видеть мир нашим. И попадают в искушение, раздражение. Потому что не понимают уже, какой мир Христиан был. Но Иисус сказал очень ясно. Иоанн 16, 33. Иоанн 16, 33. Иоанн 16, 33. А в мире будете иметь скорбей. Иоанн 16, 33. Интересно сказано. Ужаритесь. Я победил. Иоанн 16, 33. В мире будете иметь скорбей. Но в мире внутри Бог принесла. Он победил. Посмотрите, как интересно. Жизнь по плоти, жизнью по духу. Иоанн 16, 34. Вот это победа над миром. Иоанн 16, 34. Иоанн 16, 34. Все, что не может человек победить, это собственную жизнь в плоти. Иоанн 17, 34. Иоанн 16, 34. Иисус победил. Иоанн 18, 34. Иисус победил. Иоанн 18, 35. Иисус победил. Иисус победил мир. И вот эти мир он с вами. Когда мир теряет свою власть на человека, когда человек в Духе Божьем, тогда мир, вот этот земной, теряет власть на человека. Ты становишься недосягаемой для этого мира. В Иисусе мы получили эту свободу. Если принимаем, мы все здесь сидящие почти что, приняли спасение, но все не приняли мир. Господь говорит, что Он оставил у нас, приняли, приняли. Если живем во плоти, мы Его не приняли. Если живем во плоти, мы не приняли. Очень хорошо сказано в Галатах 2.20. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верой в Сына Божий, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. То есть можно жить в плоти, но не по плоти. Он тоже самое сказал перед словами. Он живет в плоти, но не живет по плоти, никуда идти. Миру бодрилим не зависит от того, в каких Вы обстоятельствах живете, которые строят. Он не зависит ни от чего кроме того, что живет во блоти или нет. Не оскорбей о Духу, может ли есть тебе или нет? Не оскорбей о Духу, может ли есть тебе или нет? Итак, в Боге надо пребывать, в Боге, в Духе Божьем. Мы должны оставить Бога и Господь, чтобы победить Дух мира. Потому что победа над Духом мира Духом Божьим совершается. Потому что победа над Духом Божьим может только достигнуть в Духе Божьей. Если живете в Богоде, умрете, а если Духом умершляете, то тоже вы будете. Ибо все вводимые Духом Божьим суть сыны Божьей. Понимаете? Вот мир, который нам дает Господь. Можно иметь только вводимый Духом Божьим, вводимый мир. Мир этот не земного происхождения. Еще раз повторю, как сказано на Царстве Божьем, это не пища и питье. Но мир не это, а праведность, мир и радость во Святом Духе. И Павел очень четко отделил мир Божий от мира. То есть от того, что человек плотской называет миром. Состояние удовлетворения плоти называет в человеке душем или же плотской состоянием. А то все умирает. Но все временно. Все временно. Те, кто принимает Духом Божьим, не могут оставаться предром Божьим. Это невозможно. А принять Его возможно как? Если Вы наполнились? Если Вы наполняетесь, Вы Ему приняли. Если Вы наполняетесь, Вы Ему приняли. Тогда Вы становитесь вводимыми. Мир Вас водит. Почему сказано «одейтесь в Богу, благорестующую мир»? Водит Вас мир. Если Вы оденетесь во всяружие Божьем, босиком останетесь. Не оденетесь в мир. Все благорестовование причем. Войной мы с Вами знаем, как хотели благорестование евреев. Что получилось? Христочение. Христовый поход. Ничего не мешало. Ничего не мешало. Будьте вводимой Духом Божьим. Будьте вводимой Духом Божьим. Иначе Вы просто умывете. С Духом Божьим. С Мира, Который Вечный. Иначе Вы просто умираете. Вы умираете, без Бога, без Государства. Потому что остались в воде. Такое положение не принесет Вам никакой пользы. И не принесет спасения. Итак, мои дорогие. Очень интересное место. Я хочу Вам зачитать еще. Итак, мои дорогие. Очень интересное место. Я хочу Вам зачитать еще. Потому что нас меняет Дух Божий. Откуда у нас раздражение? В эту Мир. Если нет Божьего мира, значит нет Духа Божьего. Вот так это и раздражение. Оно Вас никогда не изменит. Потому что это образ этого мира. Вы живете в этом мире. Но если Вы приняли мир от Господа. У Вас есть и силы противостоять. Итак, я прочитаю. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Дух умершкаете, дела плотские. Но если вы помните в Боге, то и вы будете. Спрашивают, как изменить? Как? Как изменитесь? Умершмлять. Это как. Умершмлять. Черт. Дух. Имейте. Ибо все вводимые Духом Божьим суть сыны Божьей. Потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духом усыновления, который называет Абва Отчий, Всей Самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы Дети Божьи. Кто свидетельствует? А если дети, кто и наследники? Наследники Божьи. Сам наследник же Христу. Какие есть условия при всем при этом? Если только с Ним страдаем, вы понимаете, что мы с Ним не страдаем, не на бачке у телевизора, а не на старости. Ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой. Которая откроется в нас. Не для нас. В нас. Если вы, Святый Божий, конечно, в вас. Откроется такая слава. Какая была у Иисуси Висти. Вот откуда. В сердцах верующих. Мира. Когда Дух Божий свидетельствует, что ты Сын Божий, Дочь Божий. Что ты наследник. Что ты сам наследник Христу. И ты внутри это все чувствуешь, когда ты во раскаленной печи. Когда тебя бьют и лупят. Когда тебя посадили в темницу. И потушили свет. Ты знаешь, что ты все равно Сын или Дочь Божий. Самоследница Христуя, если с Ним страдаешь. Вы знаете, когда-то еще по молодости я помню, как бы выгнала очень сильно верующих. Они издевались очень сильно. Сажали в тюрьму и не только. Витали. Издевались. Но один офицер сказал. Вы просто неуязвили. Чем больше мы вас лупим, тем больше у вас награды. Продайте за Христа. Если вас лупим, так вы как лучники святые. Если мы вас лупим, то мы не знаем, что делать с вами. Это так. Почему? Потому что мир внутри тебя. Свидетельство, что ты Сын Божий, ты не убивай меня. А все временные страдания и ничто. А франейские слава с той славой, которую Бог обещал открыть в нас. Чуть-чуть потерпим. Мы просто должны быть потенцины. И затем мы получим. Кто так может сказать? Тот, кто воистину верующий. Тот, кто воистину верующий принял мир, который Бог оставил. От этого и покой. От этого и мир. Дорогие, брат и сестра, если не бутрители, не мира, не покоя, не Духа Божия. Дорогие братья и сестры, если нет ни пыли, то есть нет ни пыли. Не прими. Подумай. И прими поколение. Господь сказал, что только тогда ты будешь не клинен. Когда ты расстанешься с этим телом, ты идешь прямо в его покой. Он говорит, что он упокоился. Он говорит, что он идет в покой. Он идет в покой. Жизнь – это покой. Жизнь – это покой. Не лежи Бога – покой. Жизнь, Господи, это покой. Полный акшен срочен действий. Мои дорогие, мир оставляем вам, сказал Иисус. Мир мой даю вам. Какой Иисус я даю вам. И так, как мир дает. Я даю вам. Да не смущается сердце ваше. Да не устрашивайся. Да не устрашивайся. Если примите, не устрашивайся. И не смутиться. Не убоюсь зла. Да не вези. И ночью темной пойду. Ты злой. На дно смущусь. И там ты злой. В космос мы с вами отправим. И так Бог знает. Потому что, где бы вы не были, Он здесь. Куда бы вас не посадили, Он здесь. Если вы применились, как Иисус. Да благословит вас Бог. Оцените. Да благословит вас Бог. Оцените. Понять, что без этого. Вы не упокоились. Оходите как воду. В ногах. И терзания. Вы не в душой и тело. Дух. Но не в душой и тело. Дух. Но не в душой и тело. Поэтому примите. Какой Господь нам предоставил. Какой Господь нам предоставил. Какой Господь нам предоставил. И увези Нью для сбега. Да благословит вас Господь. Можете Бог благословить вас. Пойдем с вами сейчас. Славим Бога за этот подарок. Если кто-то понял это глубину. И оценив. Он воистину скажет. «Боже, какой у нас грамот». Можете Бог благословить вас.